Итак, день 22-й. Письмо от Робин. Говорит, спасибо, что заказали расширение птичника. А Джек такой, ну пожалуйста. А я ему, ты с кем разговариваешь-то? А он молчит. Как не спрошу его, что-нибудь всё молчит последнее время. Что с ним происходит? Короче, да, Робин говорит, что ей приятно иметь с нами дело. Дальше, естественно, предновогодние дела на ферме. Потом новая катсцена в версии 1.5. Из катсцены мы узнаём, что теперь появилась новая доска объявлений. Но уже более серьёзных объявлений, которые уже не подходят для доски Пьера. Там обычно просят оптом какие-либо ресурсы и платят весьма неплохо. А новые объявления появляются каждую неделю. Такой вот мини-гайд. Ну типа. Взял я, значит, задание на добыть 80 единиц твердой древесины. И прикол в том, что если у тебя уже есть столько древесины, сколько нужно, то она не подойдёт. Нужно собрать новую. То есть, да, не знаю, насколько это адекватное усложнение, но тем не менее это так. Побежал рубить древесину. Кстати, в 1.5 теперь дефицита твердой древесины почти не будет. Разработчик добавил красное дерево, семена которого можно раздобыть, срубая большие пни. Потом, естественно, эти семена можно посадить. И вот у вас уже целое дерево с твердой древесиной. А с этого дерева также падают его же семена. Замкнутый круг, и он мне нравится. Сбегал ещё в тайный лес, там порубил, и в итоге лёг спать. Заработали 3098. День 23. Рубин опять написала нам письмо. Говорит, что теперь продаёт дробилку, с помощью которой из твердой древесины можно получить обычную. На самом деле особого смысла я в этом не вижу. Потом предновогодние дела на ферме номер 2. А после дел – катсцена с Вилли. Новая причём. В ней Вилли рассказал нам, что за дверью стоит некая старая лодка. Ну, как минимум намекнул. И что он когда-нибудь нам её покажет. Потом я купил у него оптом наживку, а также накупил моих любимых аквариумов. Рубка древесины, рыбалка. Ну, рыба всё-таки для аквариумов нужна же. В итоге я рыбачил допоздна, дома рассадил рыбу по аквариумам, и только сейчас вспомнил, что сегодня день рождения улей. Джик не хотел к ней ехать, но я всё же смог его уговорить. В салоне посмотрел катсцену с Эллиотом, купил там же салат и подарил Лее. Пять сердец. Отлично. Дома спать. Заработок 3979. День 24. Письмо от Льюиса. Он нам напомнил про пир зимней звезды. Я смотрю тупо на этот листок бумаги, и у меня в голове происходит когнитивный диссонанс. Крыша потихоньку едет. Вы помните прошлую серию? У меня тайный друг был Алекс. А сейчас, совершенно серьёзно, Льюис говорит, что Джоди. Я посидел, подумал, выпил валерьянки, и у меня появилось только одно объяснение. Из-за перехода на 1.5 и произошёл такой баг. Но это только мои догадки. С одной стороны, прекрасно, хоть не Алексу подарок дарить, верно? Итак, предновогодние дела на ферме номер 3. А кстати, про ведьму. Когда у вас на ферме пролетает такая ведьма над птичником, это значит, что на утро вы там обнаружите яйцо пустоты. Советую положить это яйцо сразу в инкубатор. Не делайте из него майонез. Лучше вначале создать себе постоянный источник этих яиц. Согласитесь? Нам нужна курица. Запомните, это прям очень важное примечание. После дел, рубка древесины, и потом Кробин выполнять задание. Да, я уже насобирал, сколько нужно было. За выполнение мне дали 2000 золотых. Думаю, это весьма хорошие деньги за 80 единиц твёрдой древесины. Дома я решил проверить взрывные снаряды. И вот к чему это привело. Потом решил сходить в пещеру Черепа, затестить эти снаряды на мобах. Ну или на мобах. Ничего интересного там не было, никуда не продвинулся. Это был просто тест. Вечерком выкладка и спать. Заработали 3904. День 25-й. Предновогодние дела на ферме номер 4. А потом на пир зимней звезды. На праздник в общем. Кстати, заметил новый прилавок Пьера, который добавили в версии 1.5. Закупился, поболтал, подарил Джоди алмаз. Ей понравилось. А моим тайным другом была Робин. Она подарила мне 25 единиц твёрдой древесины. Ну, как сказать. Не то, чтобы я рад. И не то, чтобы разочарован. Что-то средненькое такое. Потом домой. Дома поставил ёлку на улице. В самом доме обустроил всё по-новогоднему. И в итоге спать. Заработали 3724. День 26-й. Письмо от Гасса он попросил принести ему Альбакора. А потом пошли постновогодние дела на ферме номер 1. После дел сразу побежал к торговцу. Ничего не купил. Потом занялся рубкой обычной древесины для улучшения хлева. Вырыбил, считайте, весь лес Сандерсеп. Супер. Прям весь. Ну, ни одного дерева я точно не оставил. Главное, чтобы зелёные об этом не узнали. Потом была катсцена с Робин. Там она показывала про свою новую кровать, которую она смастерила. Теперь такую кровать можно будет у неё купить. Но. Катсцена-то катсцена. Но Робин-то дома нет. Пришлось пилякать домой. Выложился. Потом в океан ловить Альбакора. И что вы думаете? Словил я или нет? Конечно же. Да. Джек же у нас ещё тот рыбак. Забежал к Гассу, отдал Альбакора и домой спать. Уровень девицобирательства, а заработали 5281. День 27. Постновогодние дела на ферме номер 2. После дел я понаделал мегабомбу. И просто бомбу. Три лестницы и 35 взрывных снарядов. Готовлюсь к спланированному набегу в пещеру Черепа. Цель сотый уровень. Как вам такой финал для первого года, а? Но не сегодня. Сегодня надо заказать улучшение хлева. Потом купить элитную двухспальную кровать. А чё? И надо бы словить свою первую легендарную рыбу. Зимой ловится ледорыб в вот этой части леса Сандерсеп. Что ж, это было сложно, но возможно. Сандерсеп. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok